Добрый вечер, 2 ноября, 979 день аннексии Крыма. Вы смотрите ЗАМАН. Сегодня в выпуске. Правосудие о театре абсурда. Россия фактически запустила конвейер репрессий и расправ над украинскими журналистами. Ялтинских рыбаков обвинили в браконьерстве. Браконьеров, находите браконьеров в мобильнике. Пусть сирает за освобождение Олега Сенцова. Спитак является частью кампании по освобождению Сенцова. Прекратить преследование украинских журналистов требовали под стенами российского посольства в Киеве. Активисты назвали российское правосудие театром абсурда и показали, чем шиты все уголовные дела против СМИ. Крымская журналистка Анна Андреевская переехала в Киев в мае 14-го. С декабря того же года не может поехать домой. Окупационные власти возбудили против нее уголовное дело из-за статьи в Центре журналистских расследований волонтеры батальона Крым. Я говорю о том, что Крым является частью Украины и что Крым необходимо вернуть под контроль Украины. Именно эту формулировку в российском законодательстве признали сепаратистской в России. И сегодня мне угрожает пять лет лишения свободы. Такой же ситуацией оказался и главный редактор информагентства Black Sea News Андрей Клименко. Ему тоже грозит арест, поэтому был вынужден уехать на материк. Журналист Николай Семина продолжал работать на полуострове. В апреле этого года против него возбудили уголовное дело по статье «Сепаратизм». В его доме прошел обыск. Сам журналист находится на подписке о невыезде. Журналист Украинформа Роман Сущенко поехал в Москву проведать родственников. Там его арестовали и объявили украинским диверсантом. О том, как выглядит этот конвейер, активисты показали журналистам. Вместо правосудия – театр абсурда. Вместо фактов – белые нитки. Украинским журналистам нужна поддержка украинского государства, уверены пикетчики. Участники пикета потребовали освободить задержанных украинских журналистов и прекратить их уголовное преследование. Роман Спиридонов, Эля Тарахташ, Заман, АТР. Один из так называемых свидетелей по делу Чайгоза назвался внештатным советником главы Крыма. Свидетель Виктор Муравьев в графе «Место работы» указал внештатный советник, исполняющего обязанности председателя Республики Крым. В Верховном суде оккупированного Крыма прошло 34-е заседание по делу зампредседателя Межли Сахта Мачайгоза. Оккупационная прокуратура обвиняет его в организации митинга 26 февраля 2014-го под стенами Верховной Рады Крыма. Вторым свидетелем обвинения был Муравьев. Он заявил о том, что он является внештатным советником главы Крыма. Видел по телевизору трансляцию и приехал туда. Там встретил Аксенова, с которым был знаком только Шапочно. Перемещался с ним по территории митинга. Был с одной стороны, с другой. Сказал, что никакой агрессии по отношению к нему крымские татары не проявляли. Аксенова тоже не проявляли. Феодосии хотят построить церковь на месте Хан Джами. Председатель ЦИК Курултая и крымск-катарский активист Заир Смедляев убежден, что это делают специально, чтобы спровоцировать межнациональные конфликты в оккупированном Крыму. Эта старинная мечеть имеет большое значение для крымских татар. Там есть некоторые останки строения, да, и там планировалось провести раскопки, реконструкции, все-все-все, и был план финансирования. В план финансирования этот объект был включен. А сегодня просто хотят, назло крымским татарам, как это делают, построить там церковь. Я думаю, в Феодосии очень много места, где можно построить церковь, но задача же в другом, именно на месте, значимое для крымских татар поставить. Прокремлевские и крымские татары продолжают благодарить Путина. Эскендер Белялов принял участие в заседании Совета по вопросам межнациональных отношений при президенте России. Там он поблагодарил президента за улучшение жизни. Межнациональные отношения это... Будут еще и крымских татар только в России. Впервые за долгое время чаяния народа были услышаны, и уже на уровне государства принимаются очень значимые для народа решения. Еще раз, Владимир Владимирович, хочу выразить вам глубокую признательность за указ о реабилитации репрессированных народов Крыма. Председатель Меджилис Рифат Чубаров прокомментировал в Фейсбуке доклад Белялова. Наступит время, когда таким, как Эскендер, придется посмотреть в глаза каждому, кто сегодня оккупантами брошен за решетку. Ответить на вопросы родных и близких, насильственно похищенных и убитых. Тем временем в Москве опечатали офис представительства Amnesty International из-за срыва сроков оплаты аренды помещения. Об этом заявили в департаменте городского имущества Москвы. Сотрудники международной организации говорят, что не получали никаких сообщений. В офисе заменили замки и отключили сигнализацию. Организация 20 лет исправно платит аренду помещения. Военные сооружения, построенные в Крыму за последние века, снова используются России по назначению. Страна-агрессор ремонтирует старые военные объекты и активно строит новые. Агентство Reuters провело свое расследование на оккупированном полуострове. По данным журналистов, в Крыму действует 18 военных объектов. Россия превратила в полноценную военную базу бункер в Севастополе, аэродром Бельбек и аэродром в Джанкое. А еще строится база на тысячу военных в Перевальном. В 40 километрах от материковой Украины разместили около десятка самолетов и большое количество военной техники. Минобороны России не комментирует концентрацию вооруженных сил на оккупированном полуострове. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Крыму можно, в Турции, в Румынии, в Балкарии, везде можно. Только вот в Ялте нельзя. Браконьеров-то, хотите браконьеров побить? Вы являетесь браконьером. Почему я браконьер? Да я здесь родился. Я все, если выйти поймать, вы выглавливаете голодь. Керчанин обвиняет в смерти своей матери небрежность местных медиков и Министерства здравоохранения оккупированного полуострова. В результате падения пожилая женщина ударилась головой. Скорая привезла ее в больницу, но обследование не провели. В Керчи нет ни специалистов, ни аппарата МРТ. Везти ее в Симферополь врачи отказались. В результате женщина умерла. После этого Керчанин обратился в оккупационный следственный комитет, но там не увидели никаких нарушений закона. Преступная халатность, полегшая смерть человека, в данном случае моей мамы, в том, что МРТ сломан и не ремонтируется. И преступная халатность главы врача, что он не пишет заявление вовремя, сразу, и не требовал отремонтировать МРТ. Это его преступная халатность. Преступная халатность, что нет на 15 сентября нейрохирурга в больнице, это тоже преступная халатность. Это преступная халатность министра здравоохранения Крыма. А наш следатель пишет, они ни в чем не виноваты. Ну, вот так. К другим новостям. Пусси Райт сыграет спектакль в Киеве. В рамках кампании по освобождению Сенцова и Кольченко участница группы Мария Алехина хочет привезти в украинскую столицу спектакль о политзаключенных. Проект создан Белорусским свободным театром. Спектакль «Бёрнинг Дорс» рассказывает историю трех людей искусства, оказавшихся за решеткой. Кинорежиссера Олега Сенцова, активистки Марии Алехиной и художника Петра Павленского. В работе над спектаклем приняла участие украинская группа «Бумбокс». Мы его играли в Великобритании, в Италии, будем играть в Австралии. Очень надеюсь, что мы будем играть его в Украине. Этот спектакль, он по противостоянии художников и власти. Рассказаны через три истории. Вот мою, Петя Павленского и Олега Сенцовой. Соответственно, спектак является частью кампании по освобождению Сенцова, а также, в принципе, по распространению информации по этому делу. Крымско-атарская кухня добралась до стен Киевского университета. На кафедре тюркологии продолжается неделя тюркских языков. Сегодня знакомились с культурой крымских татар. Приготовление коби-те стало главным событием дня. Алина за два месяца обучения на крымско-татарской кафедре уже умеет готовить чебуреки. Традиции изучила быстрее, чем язык. Наша куратор Афидзе Вича навчала нас, как правильно готовить чебуреки. Нам всегда очень интересно, потому что нам рассказывают о различных складах жизни крымских татар, культурных в том числе. Поэтому очень интересно. По крымско-татарскому обучению мероприятие начали с чашки кофе. Кроме чебуреков, желающих угощали коби-те. Крымско-татарский пирог с мясом насчитывает десятки видов. Кухня, она, наверное, сближает все национальности, потому что там как-то можно собраться вместе, вот как мы. Кроме кухни, конечно, получается, спрашивают традиции обязательно в порядке. То есть, а как у вас именно там гостей принимают, начинают спрашивать. Потом спрашивают, а когда вот девушка замуж выйдет, что у вас там? Мы слышали, мы читали. Студентам из других факультетов нравятся такие мероприятия. Вкусные угощения – то, что надо, говорят они. По-перше, это знакомство с другим культурой. По-другому, это кошкувание трав крымских татар, и они очень вкусные. Завтра в университете представят гагаузскую культуру. Лидия Полянская, Дарь Сматов, Заман, АТР. Джамала выйдет замуж 29 октября следующего года. Певица опубликовала в социальных сетях фотографию с обручальным кольцом и подписала ее словами «Я сказала да». Ее жених – Сидбекир Сулейманов, председатель Крымско-атарского молодежного центра. Сейчас молодожены не рассказывают подробности свадьбы. Две недели назад Джамала рассказала о своем женихе, ведущей Екатерине Асачей. Сидбекир Сулейманов, председатель Крымско-атарского молодежного центра. Сидбекиром мы давно знакомы, а познакомились на Крымско-татарском вечеринке. Это точно была какая-то крымско-татарская движуха. Мы просто танцевали, ели плов. Он мне понравился сразу. Но сразу. Больше скажу, именно он сопротивлялся тому, чтобы я взяла участие в Ербачене. Я сказала, нет, не за что, я не пойду никогда. Все. А он мне просто разширчив график. Где он сказал, так, вот плюсы, вот минусы. И все мне просто разклав. Я сказала, ну ладно. На днях Джамала выпустила новую песню, записанную вместе с этно-хаус-группой Даха Браха. Композиция по названиям «Заманили» записана еще до конкурса Евровидения, в котором Джамала победила. Видео с новой песней из студии звукозаписи появилось в сети только сейчас. На этом пока все. После заман смотрите «Крымский вопрос» в студии Айдера Муждабаева, Валерия Лутковская. Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека. Хорошего вечера. Будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова